Доброе утро! В эфире канал Культура в студии программы Наблюдатель Андрей Максимов. Вы знаете про этого человека, который будет героем сегодняшней нашей программы? С одной стороны, говорят, что он эпоха, что он веха, и это правильно. А с другой стороны, он настолько живой и настолько интересующийся жизнью, что как-то к эпохе вот все это как-то не очень подходит. Анатолию Кроллу 70 лет. Сегодня в нашу студию придут его друзья, и мы вместе с вами отметим его юбилей. Еще раз доброе утро в студии программы Наблюдатель Андрей Максимов. Представляя наших гостей всегда в этой студии, я прошу наших гостей рассказать о том событии в культурной жизни, которое вас поразило более всего положительно или отрицательно. Начну. Человек, сидящий справа от меня, Игорь Бутман, всем вам известный саксофонист, народный артист России. Что поразило вас? Ну, в последнее время даже трудно что-то сказать вот сразу, чтобы что-то поражает. Уже давно ничто так не поражает, как раньше, какая-то новая пластинка, которая была... Вы живете без культурных потрясений? Ну, стараюсь. Самое большое культурное потрясение – это я сам. Понятно, вопроса больше нет. Переходим к другому нашему гостю, Валерии Гроховский, пианист, композитор, заведующий кафедрой джаза и музыки Российской академии музыки имени Гнесина. Что вас поражает, кроме вашего собственного исполнительского мастерства? Ну, это как раз пока не поражает еще. А вот меня последние два месяца поражает искусство Вуди Аллана. И я в течение двух месяцев последний пересматриваю коллекцию всех фильмов Вуди Аллана и поражен в разнообразности и гениальности этого человека. Скажите, а можно сформулировать, вот он абсолютно ни на кого не похожий, я даже не знаю кто, и сценарист, и режиссер, и писатель, и артист. Что в нем самое главное для вас? Знаете, у него какой-то такой человеческий цинизм есть в жизни, который проявляется в одной или другой форме. И как в актере, и как в режиссере. У него есть потрясающие, в основном, просто драматические фильмы, где он и не играет. А человеческий цинизм – это хорошо? Ну, в какой-то мере, да. Вот такие вот необычные люди. Смотрите, а собрались мы здесь потому, что замечательному человеку Анатолию Крову исполняется 70 лет, невероятное количество званий, должностей, народных артистов и так далее. Но мне кажется, что вот вы – воплощение джаза. Вот если есть воплощение джаза в нашей стране, то это Анатолий Кров. Новость от вас. Ну, что касается воплощения джаза, секундочку, я прокомментирую. Я думаю, что каждый из сидящих здесь в не меньшей степени является воплощением. Ну, они все пришли на вашу передачу. Да, да, поэтому я решил сегодня именно в их обществе провести эту передачу. Что касается моих впечатлений, на самом деле их очень много. И, конечно, я не буду говорить обо всех, но совершенно неожиданно я узнал имя нового для меня американского музыканта-саксофониста, который был у нас в стране, его привлёк для гастролей Иван Фармаковский, наш замечательный пианист. А узнал я потому, что, ну, мне удалось каким-то образом помочь. Кстати, организатором мастер-класса в Академии Гнесиных был Игорь Михайлович Бутман. Вот, я ему высказываю свою, так сказать, благодарность за такую миссионерскую деятельность. Но это секс-слонист... Что за музыкант? Это Ральф Бауэн. Совершенно фантастический музыкант. Такое, вообще, знаете, бывают редкие музыканты, которые умеют всё. Вот это тот самый случай. Бесконечная лирика, потрясающая виртуозность, ясность мысли такая, что поражает. Хотя мысли ни одной стандартной нет, понимаете? Ну, о нём можно говорить очень много. Лучше бы его один раз послушать. К сожалению, я вынужден констатирую, что его уже не первый приезд в Москву всё-таки проходит как бы вторым экраном. Я думаю, что мы все должны подумать, чтобы показать его на... Вы бы нам бы сказали, мы бы его привели и сразу бы экран был. Ну, вот в следующий раз, как только узнаю, сразу же наскучу вам. Спасибо вам большое. Давайте посмотрим небольшой сюжет о нашем сегодняшнем юбиляре, о нашем сегодняшнем гости и продолжим разговор. Путь композитора, дирижёра, пианиста и аранжировщика Анатолия Кролла – джазовая импровизация. Стартовал он рано и уверенно. Уже в 17 лет стал дирижёром-репетитором в Государственном эстрадном оркестре Узбекистана. Через три года при Тульской филармонии Анатолий Кролл создал и возглавил свой джаз-оркестр. Благодаря ему Тула приобрела статус негласной столицы джаза, а сам руководитель стал известен на всю страну. Вскоре и мир узнал об Анатолии Кролле. Его новый коллектив «Оркестр-современник» совершил более 10 гастрольных поездок по странам Европы. Дважды был в Индии, активно выступал на международных джаз-фестивалях. Алексей Иванович, только нету пошли. Зачем нам это нужно? Да ты что, отличная песня. Ты сам ее играл. Ну мало ли я играл, когда было это. А мне тоже песня нравилась. Отличная песня. Но успех никогда не давал Анатолию Кроллу повод успокоиться. Он руководит крупнейшими джаз-бендами страны, открывает новые имена, работает в кино. Его музыка звучит в фильмах Шахназарова, Гинзбурга, Ланского и не прекращает эксперименты в области джаза. Я очень долго думал, с чего начать. И тут я узнал, что у Валерия Александровича в детстве была мечта стать таксистом. Это правда? Да. А почему? Ну, вы знаете, в то время как-то мне нравились вот эти атрибуты, антураж. Вот, понимаете, таксист, 21-я Волга, фуражка, запах папиросы. Вот. У меня папа всегда, он любил автомобили. Вообще, такой был культ автомобильной в семье. И мне казалось, что вообще вот таксист – это то, что должно быть. Мне просто вообще очень интересно джазовые музыканты, потому что они всегда какие-то непонятные люди. Вот понятно, люди, которые занимаются классической музыкой – понятно. Люди, которые зарабатывают деньги с помощью попсы – тоже понятно. А вот джазы непонятно. Вот мне очень интересно, вот о чем мечтают джазовые музыканты в детстве. Вот вы о чем мечтали? Ну, я мечтал быть либо спортсменом, как-нибудь выдающимся хоккеистом, или комсомонавтом, или летчиком-испытателем. Такие рассеянные мечты. А потом пошли в джаз. Да, потом все это сконцентрировалось в одном. А когда вы стали заниматься джазом, была мечта какая, самая главная? Стоять в прожекторах и играть на саксофоне лучшую музыку и получать аплодисменты. Вот мы пришли уже к вам. Естественно, у вас все на разогреве такие великие музыканты, на разогреве у вас. А о чем мечтали вы? Вы знаете, что, наверное, как и все дети, я и мечтал быть и летчиком. Меня очень рано привлек руль автомобиля. Я по существу сегодня уже имею более чем 55-летний опыт профессионального рождения автомобиля. Но, вы знаете, очень много разных было мечт, если так можно выразиться. Но очень рано меня привлекла музыка. С четырех лет я проявил интерес к музыке. Вот это у меня всегда... Я не знаю, помните ли вы это, или вам, может быть, рассказываете, как это произошло? Вот маленький мальчик в тяжелое время вдруг просто ни с того ни с сего сел и зародили наш педрак. Нет, вы знаете, я иногда рассказываю об этом. У нас в бараке после эвакуации, где мы жили в Челябинске, на моей родине, родина из всей семьи, только у меня родина Челябинска, остальные родились в других местах, стояла старенькая пианино, на котором иногда поигрывал мой старший брат. Он начинал учиться музыке до войны, но как-то так его увлечения были прерваны войной и так далее. Но я вдруг что-то слышал, какие-то звуки извлекает этот странный черный ящик с беленькими какими-то там, значит, полосками, клавишами. Стал нажимать эти ноты, и что-то такое меня зацепило, понимаете? И я, абсолютно еще не слышав никакой музыки, ну, с заключением того, что иногда звучало там дома, когда брат на аккордеоне что-то мог поиграть, стал нажимать какие-то нотки. И вот с этого момента, как говорят теперь, я подсел на это дело, и стал уже вот эти ноты как-то формировать. А вам заставляли, потом уже начинаются всякие сольфеджио, начинаются... Вот, заставляли, это было значительно позже. Но заставляли. В период времени, в 4 года, никто не заставлял. Но потом заставляли. Потом уже, ну, потом, вы знаете, когда я столкнулся с такой формальной стороной обучения, она, к сожалению, присутствует и до сих пор, когда многих детей заставляют делать то, что они не хотят, вместо того, чтобы их увлечь, понимаете? Им выдают это уже как обязательную программу, совсем не всегда, так сказать, сопрягаясь с детской... То есть неправильно учат? В какой-то степени, да. Я считаю, что обучение ребёнка музыкой – это штучное, так сказать, занятие, понимаете? Нельзя никакими методическими системами подменять вот ту индивидуальную душу, которая перед тобой. Вот я так считаю. А вот скажите, Игорь, вы окончили музыкальный колледж в другой стране. Да. Там как-то принципиально отличается обучение джазу от нашей страны? Отличается. Чем? Ну, как раз о том, о чём сказал Анатолий Ашальевич, там это как раз есть. О том, что индивидуальный подход – это же первое. И хотя выходят из Бёрклис School of Music и других учебных заведений Америки выходят люди профессионально, более-менее, по-настоящему подготовленные, и некоторые люди заявляют, что они играют как-то одинаково, но это абсолютно не так. Они играют одинаково хорошо. Но очень много то, что происходит в обучении джаза в Штатах, там просто идёт обучение джазу с самого начала. И там, если готовится музыкант идти быть джазовым музыкантом, то он проходит, его не заставляют учить то, что ему не надо для того, чтобы стать джазовым музыкантом. То есть гармония, тоже сольфеджио, тоже классы импровизации или классы по специальности – это те, которые необходимы. Он приходит в класс, условно говоря, играть на саксофоне, сидят какие-то педагоги, он играет. Один педагог. А, в смысле, как экзамен вы имеете? Нет, обучение само, как происходит. Сидит педагог. Ну, вот я пришёл к такому замечательному педагогу, как Джо Виола. Я до этого учился у двух афроамериканских педагогов. Мы больше говорили о музыке, чем они мне показывают, потому что многие вещи я уже выучил здесь сам, снимая соло с пластинок, играя с музыкантами, разговаривая с такими музыкантами, эквалифеями. Ну, как проходит урок? Андрей, ну, во-первых, надо было взять с саксофоном. Я играю. А чего они взяли? Нет, нет, у меня лежит машина. Всё с собой. Три взял. Нет, ну, вот он, если говорить, как первый урок с одним из самых дарительских педагогов. Я пришёл, ему играю. Он говорит, Игорь, вам нравится ваш звук? Я говорю, мне да. Мне уже 25 лет, я уже записал пластинку с бурой Рошинтоном, лучший с Северной 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 Северной, с Северной Северной Союзной, уехал в Америку. Вот я пришёл к нему на занятия. Я говорю, мне нравится. Он говорит, а хотите, чтобы у вас был звук, ну, лучший звук, и чтобы у вас, и вот у вас саксофон звучал стройнее, то есть построен. Я говорю, хочу. Он говорит, снимайте саксофон. Какой у вас муштук? Пятый номер. Я говорю, у меня десятый номер. А он трости. Пятый номер. Я думаю, что чем больше муштук и тяжелее трость, тем лучше будет звучать мой саксофон. Он говорит, нет. Возьмите чуть поменьше муштук, чуть полегче трости. Так, взял, одел перчатку, положил мне палец в рот. Муштук вот так. Вот чуть поглубже возьмите. Объяснил, почему надо это сделать. И я взял, через две недели у меня был лучший звук, я стройнее играл. А затем мы стали уже заниматься теми же вещами, которые мы, в принципе, занимались и здесь. То есть очень конкретно всё происходит? Да. Теперь вы понимаете, да, мой вопрос будет обращен к вам, как к заведующему кафедры Гнезденка. У нас же учат, как я понимаю, сольфеджо и так далее. И таких конкретных уроков нет или есть? Я думаю, что такие конкретные уроки есть. Может быть, они проходят пока не на достаточно высоком уровне. Хотя замечательные музыканты работают на кафедре. Я думаю, что сейчас стоит вопрос о том, чтобы переделать учебный план. Вот именно переделать и с нового учебного года, да, перебалансировать учебный план, чтобы с нового года более заинтересовать студентов в обучении, чтобы они получили больше такого заряда, энтузиазма. Вот. И построить... А переделать планы как? Куда? Я думаю, что всё-таки должно быть приоритет исполнительства у нас. Больше исполнительства, чем теоретических предметов. Ну, например, методика преподавания джазу ансамбля. Я, например, не представляю, как это может быть. И какая-то методика может быть. Понимаете? Но она есть. И этот предмет, будем так говорить, не очень, так сказать, посещается студентами, потому что самой методики нет. И, наверное, никогда не будет. То есть предмет есть, а то, что он изучает, нет? Нет, то, что он изучает, есть. Методики нет. И не надо изучать. Это абсолютно высосанный из пальца предмет, который абсолютно не нужен. А когда люди не ходят, не знают джазовую гармонию, не знают джазовую историю, не знают джазовые стили, и это преподается, в общем-то, не так, как надо. Я думаю, вот из два слова я расскажу тоже, потому что я всё-таки работаю и как педагог тоже, и в этой же Гнистинской академии, и Игорь Михайлович, кстати, тоже. Речь идёт о соотношении профильных и непрофильных предметов. Нет правильного приоритетного баланса в распределении этих. Ну, вот Игорь Михайлович сказал потрясающую историю. Пришёл, сыграл, ему тут же сказали про мунштук, ещё про что-то, я не знаю, что это такое. Я вам скажу другую историю. Вот, вы знаете, можно, Андрей, скажите, я вот... Вы перебери не меня. Не, 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 я вот... У нас всё общий человек. Я сейчас быстро скажу, вот этот урок был по специальности. Вот, вы же не спросили меня, урок по гармонии. Мы изучаем гармонию, джазовую гармонию. На каждый урок просят написать свою мелодию с гармонией, которая в этот момент была изучена или показана педагогам. То есть 16 человек, сидящих на уроке гармонии, на следующей неделе приносят свои инструменты, приносят свои композиции, основанные на том предмете, который мы проходили. То есть ты сразу и композитор, и, так сказать, и ты ещё должен это сыграть, исполнить, симпровизировать, и получается, что у тебя есть творческое начало. Ты сам всё время находишься в творческом процессе. А ты не просто изучаешь такой-то каданс или такой-то каданс, такие-то взаимодействия гармонии, такие-то анализы, лады. Это всё эфемерно. Когда ты приносишь что-то уже подготовленное к этому, то это абсолютно другое дело. Я могу сказать, видите, куда корень зла в чём? В том, что систему преподавания придумывают не педагоги, которые реально этим занимаются, а придумывают формальные организации свыше и присылают стандарты, обязывая педагогов их соблюдать. Понимаете? Но вообще... Анатолий, я с вами не согласен. Никакие. Вот я же преподаю в Гнезинском студии, и вы преподаете. Вот вы же преподаете, у вас потрясающий оркестр. Вам же никто стандарты не прислал. Нет. Вы знаете, с каким количеством бумаг, вот Валерий Александрович подтвердит, нас завалили сегодня, чтобы мы написали, что мы делали. Это второе, пятое, все индивидуальные планы, программы спускаются. А главное, вот соотношение профильных-непрофильных предметов. Понимаете? Кто-то за нас решает, чему надо учить больше. Это другой вопрос. Вот об этом я и говорил. Нет, но сам предмет, но сам предмет, мы же учим предмету сами. Это один вопрос. Но предмет, который мы учим, это мы сами решаем. А бумажки можно подписать, что мы сделали за этот год. Секрет очень простой, это понятно. Никто нас с вами не заставит делать по-другому то, что мы хотим. Вот правильно. Понимаете? Но сегодня все-таки вы, я и Валерий Александрович могут противопоставить свое мнение, и с ним, наверное, посчитаются. А ведь сколько педагогов по стране, которые не имеют такой возможности. А зачем же таких педагогов, если у них нет мнения? Правильно. Правильно. Я извиняюсь. Я хочу сказать нашим зрителям, кто забыл, что это у нас такой юбилейный вообще на самом деле эфир происходит. Но Анатолий Ашир – человек, который относится, вот я с самого начала происходил, к джазу, как к чему-то невероятно живому и очень важному в вашей жизни. Я не могу вас не спросить, что такое, вас всех, но я хочу, чтобы вы начали, что такое есть в этом самом джазе, что им не скучно заниматься сколько лет? Ну, профессионально с 15 лет. 66 лет. 4 года начали, 66 лет. Да, да. Ну, а 4. Наши полвека. Вот что такое есть в этом джазе, что полвека вы им занимаетесь, и говорите о нем с такой страстью, если бы я вас не перебил, весь бы эфир был посвящен проблемам обучения. Что такое есть? Ну, это наше живое. Да, понятно. Что такое есть в джазе? Ну, вы знаете, я бы сказал, что я не нахожу что-либо такое, чего бы в джазе не было хорошего, понимаете? Это такой комплекс потрясающих ощущений и импровизационность. Это живая музыка, которая из головы не выходит 24 часа в сутки. Твои ли какие-то музыкальные мысли там в голове, так сказать, бродят, или что-то ты слышал. Это по существу, как я говорю, образ жизни, понимаете? И выключиться кнопкой из этого состояния невозможно. Джазовый музыкант, как говорят, перефразирует другой анекдот, это уже не увлечение, а диагноз, понимаете? Вот человек, который влёкся этой музыкой, он не может существовать даже одного дня, даже одного часа без мыслей, вот разного, так сказать, свойства джаза. Игорь Михайлович, я многократно видел, как вы играете на саксофоне, и на концертах, и по телевизору, и даже там в компаниях. Я понимаю, что это ужасно тяжёлая работа, ужасно. Вот просто видно, вообще вот это очень тяжело. С другой стороны, я никогда не видел и не слышал, что вам сказали, Игорь, сыграйте что-нибудь, и вы сказали, не хочу. Никогда такого не было. Если вам говорят, сыграете, и есть инструмент, вы берёте, играете, и видно, что вы получаете удовольствие. А что вот, почему так? Почему вот это, что в этом такое манка есть, в этом самом джазе, в этом самом инструменте? Ну, я не могу сказать лучше, чем сказал Анатолий Ашерович, добавить, может быть, просто самоудовольствие от этого процесса, от игры, от получения удовольствия, от того, что люди, для которых я играю, если они просят, то они получают удовольствие. Вы когда играете... Вы посмотрите, как преображается Игорь Бутман, когда он берёт саксофон и начинает играть. Понимаете? Это уже другой человек. Ну, это же тяжеленьшая работа. Больше, чем труд от работы. Ну, это гораздо больше. Удовольствие гораздо... И самое... Во-первых, играть – это ещё ерунда. Это как бы занятия каждодневные. Вот это тяжелее даже, чем... Причём заставить себя что-то делать. Уже вроде нормально, уже пальцы идут туда, куда надо. И они, в общем-то, уже всё отработано. И уже многие вещи, ты знаешь, здесь люди, знаете, как актёры, здесь улыбнутся. Люди, зрители здесь, они будут гоготать. Как мы с Казаком работали, он говорит, здесь будут все гоготать, здесь будут улыбаться, здесь вдохнуть, здесь вот так сделать. Уже многие секреты открыты. Но, с другой стороны, хочется находить новые эти секреты. Новые вот эти, неожиданные. Хочется... Слушайте, вы народный артист, самый знаменитый, ну, один из самых знаменитых саксофонистов. Да, самый знаменитый аномерный. Да, самый знаменитый аномерный. Вы каждый день занимаетесь? Да. И когда не занимаюсь, чувствую себя ужасно. Ужасно чувствую. А когда я позанимаюсь, после этого прям чувствую себя потрясающе. А если еще позаниматься, еще день концерта, и хорошо разыграться, так вообще такие вещи приходят, что я удивляюсь. Вы можете это все как-нибудь объяснить, Юрий Александрович? Вот это все, о чем они сейчас эти люди говорят. Это как-то можно объяснить? Вот человек, который занимается на саксофоне все время, человек, который постоянно музыка в голове звучит. Это диагноз, это болезнь, это счастье, это что такое? Я думаю, всех объединяет вот такое чувство молодости. Знаете, джаз все-таки это чувство молодости, которое никогда не заканчивается. Если вы посмотрите, как музыканты друг с другом общаются на сцене, то вы увидите это заигрывание, улыбки. Вообще, это не трагическая музыка, и даже не драма. Это, знаете, это такое... Бывает что-то грустное, Но вообще, сам жанр подразумевает, конечно, какой-то вот такой диалог, очень много юмора, и в радости, в жительной радости, такое жизнелюбие. То есть джаз – это музыка радостная, никогда бы там не думал. Ну, конечно, но это такое молодое, понимаете, ощущение молодости сразу. Я не только играю в джаз, я занимаюсь классической музыкой. Это мы еще пообсудим. Но, понимаете, такие взаимодополняющие вещи. Но сама история самого джаза, все-таки люди работали на плантациях, а потом у них рождалось вот то, что потом стало джазом. И это был у них отдых, и их единственная возможность общаться. И радоваться жизнью. И радоваться жизнью. Поэтому оно вот так и пошло. Я бы хотел добавить, что я считаю, что в джазе нет таких состояний души, которые не были бы отражены в нем. В нем есть и грустное, в нем есть и радостное, в нем есть предельно эмоциональное. Любое состояние человека отражено в этой музыке. Но это грусть и печаль молодых людей. Почему? Нет? Почему? Нет. Но он говорит о том явлении, которое омолаживает любого человека, который занимается джазом. Даже в 80 лет человек, который музицирует, он таким образом становится значительно моложе. Я никогда не встречал музыканта джазового, который бы играл на любом инструменте под давлением того возраста, который он несет. Он всегда становится молодым. Это совершенно... Это такой... Вот он берет за руку саксофон или садится за рояль. Это реактор, который моментально начинает вырабатывать энергию. Вместе с этим использует. Но ведь физически тяжело, нет? Ну, это другой вопрос, естественно. Но обратите внимание, что в джазе почти вы не найдете музыканта, который бы бросил музыку в каком-то созидательном состоянии и просто дожидает своей старости. Как правило, джазовый музыкант играет до конца. А скажите, а музыка дает энергию? Конечно. Огромная. Огромная дает энергию. Огромная... То есть это значит, что вы сели, я условно говорю, вы пришли на концерт, на выступление уставший, а ушли наоборот. Конечно, да. У меня вчера такой концерт был. То есть вы не устаете от работы, а наоборот окрыляетесь? Да. Очень окрыляетесь. Это мистика? Или это как? Ну, мне кажется, это еще и выработанное чувство ответственности. Это еще и тренинг определенный у музыкантов. И, ну, были варианты, когда прилетаешь, например, на Дальний Восток, во время нет поспать. И ты выходишь не спамший, как говорят. Объяснить это некому. И играешь, да. Объяснить это некому. Ты еще опоздали на концерт на час. И ты выходишь прямо на сцену, и начинаешь играть, уже после этого ты думаешь, да, а действительно, а как это я все сейчас второе отделение сыграю? И играешь. А потом, конечно, ты валишься с ног, потому что... И идешь на Джимс. Природа. Ну, то есть, я что хочу? Правильно ли так вывод, что любимая работа, она не отнимает силы, она, наоборот, дает? Конечно. Абсолютно. Именно любимая. Вы хорошо заметили? Потому что я знаю, что и академические музыканты, так же и работа продолжается. И если человек любит свою работу, то есть он ей предан, то она дает только силы, дает только энергию. И дает ему любовь к этой жизни. Основное. Я хочу узнать, почему для вас так принципиально было? Мы поговорим про концерт, который будет 29 апреля в Доме Муси. Но почему для вас так принципиально было именно в Челябинске, в день юбилея оказаться именно в Челябинске? Ну, у меня заранее какие-то, так сказать, были рассуждения самого с собой, где все-таки, и как провести этот юбилейный месяц, апрель, особенно начиная с дня моего рождения. И как-то вот пришла такая мысль, что было бы замечательно провести его в том городе, где я родился, в том городе, где покоятся, так сказать, мои родители, мои братья. По существу это город, который дал мне жизнь. И, наверное, приехать в день 70-летия в этот город, это правильное решение. И я очень благодарен моей семье, которая меня поддержала в этом смысле. Ну, а вторая причина еще то, что в конце апреля проводится Международный день джаза. И я, конечно, даже не помышлял, не думал именно в этот день отмечать свой юбилей. Я думал это сделать где-то, ну, близко к моему дню рождения. Но вот возникло мнение такое, когда в одном и том же зале будут одни и те же коллективы, и играть, какой смысл это делать на расстоянии, там, трех-четырех дней одно от другого. И я очень благодарен моим коллегам-музыкантам, очень благодарен Российской комиссии по делам ЮНЕСКО, с которой у меня теснейшие отношения, которая поддержала эту идею сделать Международный день джаза в рамках моего 70-летия. Так что все, как так... Это будет 29 апреля? 29 апреля. В Доме музыки, в Светлановском зале, там будут знаменитые разные выступать, в том числе и присутствующие. По существу все лучшие наши исполнители, за исключением, к моему огромному сожалению, человек, который сидит за этим столом, в его невероятной занятости, да, он не повинен в этом. Желание, я так знаю, что у него было поучаствовать в этом. Вот, кстати, прошлый Международный день джаза был первый в России, который мы провели, Игорь Михайлович, так сказать, со своим оркестром просто бы шел первой строчкой. Был огромный пятичасовой концерт. Огромное количество людей начинало в ваших коллективах, которые потом стали звездами, Долина, Антонов, Муллерман, Макаров, ну и прочее. Да, я сейчас все отвечу, с вас начнем. Как распознать талант в человеке, когда он только-только начинает? Вы знаете, вот не потому, что я делаю себе комплимент, у меня есть какое-то чутье, видимо, от природы, вот на то родство душ человека, с которым я собираюсь в Тольске заниматься. То есть не определяется разум, но просто вот это да. Конечно. Я не могу методически сформировать свой подход, как распознать, понимаете? Вообще, как говорят, слова портят чувство. Вот сначала возникает это чувство. Когда я услышал какого-то сексфониста, когда я впервые услышал Станислава Григорьева, нашего легендарного музыканта, к сожалению, его нет с нами, я сразу почувствовал, что это совершенно неординарный человек, который мыслит так, как я, который многое делает даже лучше, чем это делаю я, понимаете? Хотя мы были представителями одного возраста. И многие другие такие. Поэтому сначала посещает вот это необъяснимое чувство, чутье распознания в человеке того, как распознать талант. Ну вот условно говоря, я сейчас условно говорю, вот к вам подходит парень, говорит, можно я вам сыграю на саксофоне, а вы вот как определяете, талантливый он или нет? Ну у меня смешной случай был с нашим, с одним тромбонистом, который пришел и сказал, что он из Ростова давно, что он хотел бы прослушаться в оркестре. Но в принципе нужно буквально полсекунды, чтобы понять, ну почти точно определить, хороший музыкант или нет. А как? Ну вот он играет, как он берет инструмент, как он его, как он в него дует, как он, не знаю, производит какие-то вещи, что сразу ясно, что парень способный. Поэтому, и вот он берет этот тромбон, его достал. Я уже зашел в гримерку, посмотрите, он должен вот сесть и проиграть, но я думаю, чтобы уже заранее не тратить время репетиции на то, чтобы его там слушать, я уже хочу посмотреть, как он собирает тромбон. Он так все это делал медленно, все поливал, ему штуку все продлевал. Я уже не вижу, я говорю, слушай, ну Дунь хоть чуть-чуть, пу-пу-пу сыграл, я говорю, так все, ты в оркестре. Потому как он делал... Нет, потому как он взял и три ноты сыграл, чтобы было ясно, что он понимает. Вот вы, педагог, важно вступить на экзамены, там есть, да? Конечно. Тоже за полсекунды видно? Ну, за полсекунды не видно. А за сколько? За секунду. Нет, ну, человек должен поиграть, можно, в общем, иногда можно ошибиться. А как вы понимаете, вот для вас, какой самый главный критерий, талантливый, не талантливый? Отношение к музыке. Насколько человек приближен к той музыке, которую он играет, насколько в нем заложен талант интерпретатора, отношение к звуку, отношение к музыкальному произведению, к стилистике. А это видно? Или это из разговора выяснится? Отношение к музыке. Потому как человек играет, видно, как он... Человек может о себе очень много рассказать, играя на инструменте. Играя на инструменте. Но на рояле я вам гарантирую, что можно определить характер человека, его наклонности даже. Характер человека, просто потому, как он играет? как он играет. Можно определить. Потому что это дальше не может быть. Я бы хотел в двух словах наполнить еще по этому поводу. Вы знаете, у меня есть вот такая аллегория на этот счет. Музыкант начинается, как и любой человек, с выражения лица, что является в музыке звук. Вот от того, какой сдал музыкант звук, я уже вижу, он вообще расположен к музыке. Посетила его музыка вообще от рождения или нет. Потому что, когда люди начинают, даже бывают такие технически подвинутые, но они играют чужим, нечеловеческим, несогретым, душой, сердцем и разумом, звуком, сразу же у меня отношение к этим музыкантам. Слушайте, а вы, скажите мне, музыканты, а вы слышите мир совершенно не так, как я и как все нормальные люди? А вы как слышите? А вы не знаете, как я слышу правильно. Вам не с чем, да, правильно. Вы меня поймали абсолютно. Потому что, ну, то, как вы рассказываете, живой звук, теплый звук, это же все, это же все, что вы знаете. Звук, говорите мне интересного слушания. Тоже сами музыканты. Это же не только то, что вы говорите, это еще ваш тембр. Все вместе. Это ваша подача. Почему вот вы столько лет ведете замечательные передачи? Не потому что вы там, Хорошо, сейчас не обомняйте. Не плакать. Не променяли. Я прочитал в интернете, что у вас была такая мечта, там написано, у Кролы была мечта, чтобы мы все могли сказать, и у нас тоже есть русский джаз. Сегодня мы можем так сказать? Я думаю, что мы на пути к этому. Мы сначала пытаемся преодолеть чисто исполнительскую, как бы вот, так сказать, ну, решить проблему исполнительства. Но, конечно же, уже давно насущно стала идея создавать джаз со своим лицом. Это не значит, что нужно опровергать то потрясающее наследие, которое мы получили от американского джаза. Мы всегда будем на этом учиться. Но хоть что-то произносить с собственным выражением лица, мы обязаны... А русский джаз, ну, вы говорите, российский джаз должен отличаться от американского? Ну, там есть многие, так сказать, интонации, которые могут отличать русский джаз от американского. Я уже приведу к примеру, польский джаз, да? Влияние польской музыки как-то сказывается, при том, что совершенно не отрицается то, что пришло от великой стороны джаза и Америки. Понимаете? Я вам приведу к примеру Яна Гарбарака, который создал норвежскую какую-то музыку, ну и так далее, латиноамериканская музыка, которая звучит во всем мире, в Америке, просто она заполонила всю страну. Понимаете? Вот я не хочу сейчас противопоставлять там русский джаз или американский джаз. Джаз и музыка едины вообще, в принципе. Но какую-то интонацию свою, к сожалению, мы не очень небрежно относимся к своему народному искусству, понимаете? И это коренное искусство страны. А вот именно оттуда потихоньку как-то что-то... Так, секунду, секунду. Значит, а это что получается? Получается, что российский джаз вырастает из русской народной музыки? В какой-то степени он должен интонировать те мысли, чувства, которые касаются этой страны. А как латиноамериканский джаз, они же тоже от звука, ритма, от состояния души музыкальной, понимаете, всё идёт от того места, где ты и живёшь. Это, ещё раз повторяю, не отрицает джаза как такового. Есть некий материк, вот этот джаз, на котором мы строим какие-то отдельные свои города, здания, понимаете, но имеется в виду с местными какими-то традициями. Этно, и так далее. Понятно. Когда метафора, всё понятно. Да, речь не идёт о том, что нужно под ружьё поставить всех, играйте русский джаз, понимаете, нет. Вообще это заставлять. Надо... А скажите, есть такое понятие русский джаз? Эти споры, эти разговоры уже идут, уже продолжаются очень много лет. Вы как думаете? Я думаю, что если русский исполнитель, российский исполнитель известен во всём мире, если он выступает и ездит на такие же концерты и гастроли, как едет представитель американского, польского, любого джаза, значит, есть русский джаз. Если он не ездит, если он не интересен в мире, значит, русского джаза нет. А по сути русский джаз чем-то отличает от американского? Ну, понимаете, этот вопрос достаточно... Как сказать, отличается? Он начнется с тем, что русский джаз играют русские музыканты, а американский джаз играет американцы. И в результате получается одинаковая музыка? В результате получается хорошая музыка, которая не доставляет удовольствия или несёт какое-то послание зрителю, слушателю. Вот почему-то вы у нас, Валерий Александрович, выступаете в качестве третейского судья, я не знаю почему, но так... У меня борода. Да, видимо, поэтому так сложилось. Вот на самом деле две точки зрения. Вот одна точка зрения, что музыка хорошая, хорошая, а другая точка зрения, что всё-таки русский джаз, у него есть какие-то корни там и так далее. Вы на какой... как считаете? Ну, я вообще считаю, что джаз это просто стилистическое направление. Огромное. Огромное стилистическое направление, которое в своё время, в начале века заменил, так сказать, подменил академическую музыку того времени, когда наступил авангард, экспрессионизм, и когда ту музыку действительно стало тяжело слушать. А выхода не было. И поэтому, мне кажется, что джаз приобрёл такие популярные занял позиции до наступления рок-музыки в конце 60-х, начале 70-х годов, когда рок-музыка постепенно вытесняла на вторые позиции джазовую музыку. У меня отношение к джазу такое. Знаете, когда-то говорят, джаз надо играть без акцента. Вот как человеческая речь, как разный язык. Это другой музыкальный язык, просто различный. Вот вы говорите по-французски, вы должны говорить по-французски, как говорят французы. Играете джазовую музыку, значит, там есть акцентировка, вот именно, чтобы у вас не было вот этого акцента и налёта. Другое дело, какой материал, о чём вы говорите? Вот это вот гораздо интереснее, нежели подражание, потому что, сколько я встречался с американскими музыкантами и, в общем, какое-то время прожил среди этих людей, мне доставляло удовольствие это общение и той свободы, которой они именно плавали в этой стилистике. Скажите, Анатольевич, а почему вы, вот вы рассказали, как вы подошли в четыре года к роялю и логически было бы стать исполнителем классической музыки? Ну, потому что в три года... А почему вы стали заниматься джазом? Вот это объяснить я не могу. Я вам уже сказал, что это посетило меня свыше. Знаете, почему? Как-то привлекла меня эта музыка, причём это совсем не джаз был поначалу. Это, ну, та информация, которая была доступна для того времени, радио и так далее. Когда я услышал какие-то эстрадные, там, песни, потом я услышал, как играет на рояле Александр Цфасман. Понимаете? И меня жутко увлекло это. И я начал где-то годам к семье, к восьме уже играть практически всего Цфасмана и ещё не знаю ни одной ноты. Понимаете? Вот как-то вот даже... Не могу даже вам сказать, что и как и почему. Всё шло так, как оно шло. Понимаете? Вот нравилось? А вы просто не сопротивлялись? Ну, как-то, вы знаете, собственным желанием сопротивляться вообще очень сложно. В общем, многие люди, к сожалению, многие люди себе портят жизнь из-за того, что им кажется, что что-то не нужно этим заниматься. Вот, Валерий Александрович, вы как человек, который играет и такую классическую музыку, и джазовую музыку. Правильно ли я понимаю, что прежде джаза в том, что там есть импровизация или ещё в чём-то? Ну, не только импровизация. Там есть и определённые гармонические условности, и гармонические прогрессии современные. Это другое звучание инструмента. Это другой язык, на котором вы разговариваете. Ну, а импровизация, конечно, даёт свободу. А что в этом языке? Вот вы исполнитель классической музыки и занимаетесь джазом. Значит, что-то в этом джазе есть такое, что вам не хватает, когда вы исполняете классическую музыку? Безусловно. Потому что в академической музыке, в классической музыке вы больше выступаете как интерпретатор. И её интерпретация даёт вам, так сказать, свободу и определённую вот субъективную направленность в исполнении, которая у нас существует у вас лично. Но в то же время стилистика того или иного произведения классического не даёт вам далеко выйти за рамки. Потому что тогда это уже будет не та эпоха и не тот язык. А что касается джазовой музыки, то джазовая музыка даёт более свободно интерпретировать, во-первых, какую-то заданную тему, которую вы берёте и импровизируете. По форме вы можете её растягивать. То есть вы сами выступаете и как аранжировщик, и как композитор. Вот спасибо вам, Валерий Александрович. Я не раз задавал этот вопрос. Мне первый раз всё стало понятно. Вот вы как-то так видим, потому что педагог, вот так чётко всё стало понятно. Игорь Михайлович, хочу спросить у вас, что нужно делать и нужно ли что-то делать? Может, всё достаточно, чтобы джаз стал более популярен, чем он популярен сейчас? Потому что если назвать джазовых известных музыкантов, кроме сидящих в этой студии, ну, наберётся ещё там какое-то не очень большое количество людей. Ну, задача, во-первых, педагогов, институтов, академий привлекать к этому, доказывать, что этот жанр интересен. Надо, чтобы джазовые музыканты играли, стремились лучше привлекать к этому молодёжь. Но вообще, я не могу сказать, что он совсем не популярный жанр. Я так не сказал. Да, но, конечно, он не сравнить с поп-музыкой. Может быть, и не стоит его делать уж суперпопулярным, может, такой задачи не стоит. Не мастерым, да, не стоит. Нет, нет, оно может быть, нет, есть музыканты зарубежные, известные, так сказать, тем, что они работают в джазе, но достаточно популярные по своему артисты, продают миллионы тиражей пластинок. Ну, мы к этому тоже стремимся, но, конечно, в нашей стране надо просто повышать уровень исполнительского мастерства джазовых музыкантов и, соответственно, давать тот продукт, который... И все, то есть, если музыканты будут лучше... Абсолютно. То, вот я был в ваших клубах джазовых, слушал там, скажем, замечательную джазовую исполнительницу с вашей подачи после этой передачи Анну Бутерлинов, которая совершенно потрясающе поет. Но там было человек 40. Хотя, мне кажется, вот конкретно она достоин того, чтобы выступать на... к большим количествам народу. Ну, значит, то, что делает Анна Бутерлина на данный момент, не хватает для того, чтобы вызвать интерес у еще большего количества людей. Но если приезжает к нам какая-нибудь исполнительница афроамериканка, почему-то на нее больше ходит людей, чем, допустим, на нашу любимую Анну Бутерлину. Но тут надо просто задуматься Анне Бутерлиной и исполнителем ансамбля, с которым она работает, что сделать для того, чтобы... Что я не доделываю, что у нас не получается. Потому что вот мы играем концерты, у нас полный зал. То есть дело не в пиаре, а дело в чем? Дело... Нет, пиар это тоже важнейшая часть. Но для того, чтобы надо что-то... Надо что-то иметь, продукт, который надо пиарить. Значит, надо работать дальше в этом направлении. Не жаловаться на жизнь, что кто-то меня не понимает, или джаз не любит, или джаз элитарное искусство. Нет. Надо подумать, что сделать так, чтобы... Как надо петь, как надо, чтобы играл ансамбль, что надо говорить, как надо продумать программу, как нужно одеться, как нужно выйти, и как нужно все... Вот все составляющие, так сказать... А джаз элитарное искусство? Оно приближает людей к элите, так скажем. Если человек... Какой красивый ответ. Джаз элитарное искусство? Я бы не сказал. Оно своеобразное. Элитарное искусство немножко такое понятие, которое я пугаюсь, понимаете? Как бы отторженность от какой-то, так сказать, другой части жизни. Нет, безусловно, что это музыка, требующая определенного интеллекта, подготовки, культуры какой-то, специальной. Нельзя вот так вот просто пришел, увидел, победил. Понимаете? Есть такие формы джаза, которые требуют определенного какого-то, так сказать, периода освоения вообще этой музыки. Кстати, не удержусь, я все-таки два слова скажу, так сказать, в поддержку Анны, Анны Бутерлина, я абсолютно никаких... У нас случайно возникло, что я думаю, да. Да, да, да. Дело в том, что мы иногда реагируем чисто зоологически на приезд некоторых исполнителей, которые приезжают к нам из разных стран, и так далее, и так далее. Это уже, так сказать, привычка из прошлого, понимаете? Мы долгое время вообще жили отторжены, не видели, так сказать, никого. Я считаю, что у нас есть исполнители, которым мы можем гордиться. Да, конечно, я согласен, абсолютно недостаток в информационной работе. Надо пропагандировать, заниматься просветительской работой своего искусства. Почему я сделал фестиваль «Российские звезды мирового джаза»? Чем мы сейчас и занимаемся. Правильно, да. Я считаю, что у меня есть вот такая, так сказать, линия продюсерской жизни, пропагандировать российское джазовое искусство. Это не означает, что другой человек не может делать другое. Игорь Михайлович делает потрясающие фестивали, на которые приезжают американские звезды, с существованием которых мы только мечтали, и что мы их увидим. Он сделал это реальности. Вот давайте каждый от себя что-то будем делать для того, чтобы этот жанр поднять и как интерес, так сказать, нашей общественности. Скажите, пожалуйста, с того момента, как вот вы в 63-м году, например, руководили тульским молодежным джаз-оркестром, с этого момента, по сейчас сильно изменилось отношение к джазу? Я вам скажу, что просто появилось много молодежи. Если тогда... Отношение к джазу, отношение... Конечно, изменилось, популярность его. Конечно. Ну, я вам могу пример привести фестиваль, который провел в ноябре три супер-аншлага в московском доме музыки. Фестиваль, который Игорь Михайлович проводит в том же доме музыки. Понимаете, значит, я не уверен, чтобы вот когда-то мы собрали бы такое количество людей, которые... Другой вопрос, что надо аудитории немножко омолаживать, но уже молодежи как можно раньше давать представление о настоящей музыке, и в том числе о джазе. К сожалению, в этом смысле можно упрекнуть, я не имею в виду телеканал «Культура», а, так сказать, вот другие наши массовые источники. Ну, мы, дай Бог, им здоровья... Тем не менее, как профессионал, я обязан об этом сказать. Валерий Александрович, я, опять же, готовясь к эфиру, я прочитал, что вы делаете программы, которые называются «Бах в джазе», «Моцарт в джазе». У меня возник вопрос, я за него прошу прощения, зачем «Бах» не писал джаз и «Моцарт» не писал джаз? Ну, это совершенно справедливо. Дело в том, что... Неожиданно, как-то. Неожиданно. И знаете, я себе до сих пор задавал этот вопрос, и меня все время спрашивают. Ответа конкретного я не могу вам дать. Я могу сказать, что «Бах» для меня из классической элиты музыкантов считается, наверное, самым джазом человеком, потому что есть определенные... Какие признаки? Ну, признаки. Во-первых, великий импровизатор. Во-вторых, потрясающе... Он полифонист. То есть это полифоническая форма, полифонический стиль, беспрерывности развития, и это все практически записано импровизацией. Поэтому и «Бах» был всегда гениальным импровизатором. Что касается музыки Моцарта, то в некоторой светской музыке есть в определенных сонатах тоже вот это влияние. Плюс, конечно, он был гениальным импровизатором тоже, как мы знаем. Поэтому у «Баха» есть свинг, вот эта непрерывность развития. И если играть его в ноту-ноуту, но немножко добавить, поговорить, например, вот вы «Гамлета» читаете на английском языке, а вы почитаете его на русском, да? Вот фонетические, совершенно другие звуки, но смысл остается. Поэтому если человек... То есть это перевод академической музыки на язык джаза? Да, на другом языке, да. Как вам кажется, Михайлович, это правильно играть... Правильно – это плохое слово. Вам нравится, скажем так, когда классическую музыку играют в джазовой манере? Ну, мне очень нравится. И я могу сказать, что в моем оркестре у нас есть несколько программ, основанных на музыке классической. И я скажу вам композиторы. Бородин, Римский-Корсаков, Мусоргский, Чайковский, Никола Паганини, 24-й каприз, Грик, Рахманинов. То есть мы ищем тоже, и это может быть наш какой-то русский... Чайковский в джазе? Чайковский в супе. У меня тоже тут точно такие же есть, только не в этой же аранжировке, а целое направление джаза, русской плачки. Я извиняюсь, конечно, но Дюкалингтон обращался к творчеству Чайковского, и творчеству Грига, Пергюн и Щелкунчик. Ну, я уже не говорю, все остальные, в наших коллегах, к Чайкаре обращался, к Скрябину. Нет, ну здесь для джазового музыканта как бы ничто человеческое не чуждо. Они обращаются к... Нам нужна пища для... Нужно топливо, с которого мы выносим вот наши... А музыка, темы, произведение дает нам вдохновение на наши импровизации, на наши переработки, пересмотрение этого гениального. Конечно, когда это получается плохо, или когда это делается в угоду какой-то моде, это один вопрос. А не страшно? Страшно, конечно. Вы меня извините, но когда в театре делают классические какие-то произведения, книги, там, какие-то спектакли, драматургия чисто классическая, в новом каком-то... Ужас. Ужас. Правильно. Почему? Но все определяет мера таланта, понимаете? Другое дело, когда это делается вульгарно, без уважения к первоисточнику, джазовые музыканты, я тоже порицаю, знаете, что недостаточно просто застенкопировать какую-то мелодию Чайковского, выдать это за джаз. Нет, понимаете, нельзя убивать музыку, ее начало этой музыки, понимаете? А дальше, почему? Мы же не обязаны носить. Могут быть какие-то элементы одежды, вот тоже классики, сделанные в джазовом ключе и так далее. Главное... Пожалуйста, вот такой у меня к вам вопрос. А вы можете про джаз говорить спокойно? Нет. То есть это не бывает? Я не могу. Ну хорошо, по телевизору. Если вы имеете безразличие, то не могу. А когда вы приходите к начальникам, еще кому-то, вы тоже всегда такой? Да, да, да. Я не могу сказать, что я всегда встречаю, сказать, взаимопонимание, но я стараюсь все-таки заранее определить ту сложность языка, с которой я могу говорить. Я не могу ему говорить какими-то технологическими, скажем, джазовыми фразами, понимаете? Ну, вообще, надо сказать, что одна из самых сложных сфер общения, когда ты говоришь о джазе с начальниками. Это вы абсолютно затронули очень важную вещь. А что вдохновляет джаза музыканта? Вдохновляет вообще? Да. Я думаю, что вдохновение это качество такое, которое не касается только джаза или там джазового музыканта. Наверное, надо полюбить эту музыку до такой степени, чтобы ты испытывал счастье от того, что ты это делаешь. Тогда легче в себе вызвать вот эту работоспособность, вот это желание. Но вдохновение бывает там, например, не знаю, что-то случилось хорошее, наоборот, что-то плохое. Или вдохновение в джазе вообще как бы не работает. Нет, бывает ассоциативное вдохновение. Когда что-то случилось хорошее, и у тебя первая реакция как у джазового музыканта, ты уже сложился так, понимаете, отреагировать на это музыкой. Да, бывает и так. Но вообще, я вам скажу, что хорошая джазовая музыка, она, я так говорю, оплодотворяет следующее, то, что ты делаешь. Если ты сделал что-то удачное музыке, значит, у тебя есть желание это продолжать, понимаешь? Значит, ты уже перейдил мостик к следующему музыканту. музыка вдохновляет жизнь, а не жизнь. Музыка вдохновляет музыку. Да, да, да. А жизнь, хорошая музыка, это что, не жизнь, по-моему? Вы так смотрите на нас с такой улыбкой третейского судей, как будто у вас есть по этому поводу какое-то свое мнение по поводу того, что вдохновляет джазовая музыка. А я оплодотворяю. Ну, на счет оплодотворения не знаю. Но что касается вдохновения, вы знаете, ну, безусловно, опьяняет и вдохновляет успех. А это опьяняет? Ну, конечно. Вы считаете, что это менее... Успех того, что ты делаешь, потребность делать что-то новое, что-то интересное. Я, например, не играю в концерты, потому что, если я считаю, что это неинтересно и обыденно, я играть не буду. То есть для вас успех, а успех это что такое? Это крики «Браво» и «Фите». Ну, нет, ну, это такие атрибуты, конечно, приятно. Но успех это когда ты чувствуешь... Все-таки зал ты чувствуешь, когда играешь. И, конечно, вдохновение приходит тогда, когда есть полный контакт со зрителем. Оно редко очень наступает. Много есть элементов, например. То есть для джазового музыканта необходима аудитория для вдохновения? Ну, конечно. Это же контакт... Каждый концерт с той же музыкой, с тем же репертуаром, он абсолютно другой. Понимаете? Вы можете сыграть в клубе совершенно потрясающий концерт, который и вас вдохновит, и публику уйдет. А можете сыграть для тысячной аудитории, которая похлопает, покричит «Браво», но совершенно пустые выйдут оттуда с чувством, так сказать, того, что они галочку поставили. Что вдохновляет джазового музыканта? У вас успех, зрители, цветы, овации? Меня вдохновляет все. Меня вдохновляет процесс. Меня вдохновляет музыка. Меня вдохновляют цветы, овации. Меня вдохновляет человек, который на меня смотрит один. Это может быть большой начальник, это может быть простой человек, который преображается, когда слышит музыку. Это волшебство. Мы сами не понимаем. Мы делаем, мы что-то играем, какой-то стоит инструмент, саксофон. Ты в него дуешь, и вдруг люди преображаются. Посмотрите, какие лица выходят с хорошего концерта. джазового. У нас остается очень мало времени, и сейчас наступает, Анатолий Ашевич, такой тяжелый для вас момент, потому что я попрошу вот этих двух замечательных людей. У нас сегодня очень проблемные получились передачи. Да, это очень правильно, мне кажется. Сказать, что бы вы хотели пожелать в день юбилея Анатолию Кролу. Понятно, что мы все желаем здоровья, мы все желаем вдохновения, но вы давно знаете этого человека. Что бы вы хотели ему пожелать именно вот юбилейные дни? Вы понимаете, мне не то, что повезло или не повезло, мне... Я услышал об Анатолии Кроле буквально сразу, после того, как я взял саксофон, услышал от замечательных людей, от такого человека, Геннадия Гольштейн, который рассказывал легенды про талант и способности Анатолия Шерча. Поэтому для меня была... И когда я его первый раз увидел, по-моему, в Союзе композиторов, когда 20-летнего мальчишку Анатолия Шерч назвал по имени-отчеству... Желаете что-то, а то мы выйдем из-за... Я хочу... И что ему пожелать? Ему такой же потрясающей энергии, потрясающего обаяния. И ему, чтобы многие-многие долгие годы имел счастье общаться и считать своим другом Анатолия Кролова. Это был Игорь Михайлович Бутман, народный артист России, саксофонист. Что скажете вы? Я могу только пожелать вдохновения, продолжения и здоровья. Валерий Александрович Граховский, пианист, композитор, заведующий кафедрой джазовой музыки Российской Академии Наук. А что вы сами себе пожелаете? Я бы хотел бесконечно, сколько позволит здоровье, продолжаться тем, что я так люблю заниматься этой музыкой, которая является смыслом моей жизни с утра до вечера. А я бы сказал, с утра и до утра, поскольку этот процесс безостановочный. И я счастлив в том, что мне судьба подарила возможность заниматься всю жизнь своим любимым делом. Вот я бы хотел, чтобы сколько возможно, я бы продолжал этим заниматься. Счастливый человек? Пожалуй, да. Анатолий Кролл, народный артист России, композитор, пианист, человек, само имя которого ассоциируется над джазом, исполняется вам 70 лет. Я вам хочу пожелать, помимо всего того, что сказали ваши друзья, я вам, чтобы вы не теряли вот этого оптимизма, вот этого интереса к жизни, который у вас есть. Мне кажется, что это чрезвычайно важно. А вам, дорогие зрители, я хочу пожелать и того, чтобы вы ходили на концерты Кролла, конечно, и на концерты тех замечательных людей, которые были сегодня у нас в гостях, но самое главное, чтобы вы слушали джаз. Я должен признаться, что программа «Наблюдатель» стала для меня программой, которая во многом для меня джаз открыла. То есть я его знал, но я стал по-другому к этому относиться, и оказалось, что там масса всего интересного, и то, что наш разговор был разговор про джаз, это же правильно, а не про вас. Не то, что мы чели вам о сануше, а то, что мы поговорили про вас. Спасибо всем большое. С вами был Андрей Максим. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok